всем привет сегодня я расскажу о том как я леплю из соленого теста такого симпатичного слона в стиле стимпанк и так что для этого есть у меня вот у меня есть такая вот рамка я нашел подходящую я клеил изнутри ее тонированной бумагой бумагу эту я делал сам она затонирована крепким чаем в одном из своих следующих уроков я расскажу о том как я ее делал итак это рамочка внутри которой находится картон и dvp затем что дальше дальше переходим к самому главному вот у меня уже есть вот такая заготовочка она была сделана при помощи вот таких вот силиконовых молдов то есть как это было сделано показывая я взял кусочек соленого теста раскатал его скалкой и и просто приложил это соленое тесто и отпечатал его и получилась вот такая вот заготовочка теперь моя задача закончить эту заготовку добавить к ней морду слона хобот лапки и наклеить на нашу нашу в рамочку и так вот эта заготовка сейчас мы добавим сюда морду слона и хобот а потом еще наклеим сюда лапки и так я беру кусок соленого теста вот у меня соленое тесто сделано из овса завалялась овсяная мука чтобы она не пропадала без дела я ее использовал по назначению вот я достаю она такого светло-коричневого тона и так я вижу здесь мне нужно добавить так где-то ухо будет так морда и хобот а здесь будут лапки начнем с ухо и так все видно сейчас немножко увеличим картинку и так нам нужно слепить вот такую вот форму напоминающую ухо вот что мы делаем вот так вот лепим где сделаем вот такой контурный край чтобы ухо было таким изогнутым и морщинистым так все таки много ли еще лишнего лишнее лучше убирать сразу вот так вот опытным путем я приблизительно нахожу размер этого ухо и наверное сразу же эту заготовку перенесу на этот на эту рамку чтобы видеть что у нас получается так давайте ухо сделаем еще меньше ну вот так вот где-то пойдет вот я взял мокрую кисточку и прилаживаю прилаживаю это ухо не прикладываю а именно прилаживаю так как нужно найти подходящее место для ухо так ну вот что-то мы слепили вроде оно похоже теперь без сожаления все это снять уже не получится надо было сначала все таки морду сделать ну ладно ну давайте теперь приспособим голову как видите все построение морды слона идет форме импровизации стараемся чтобы не получался слишком толстый слой этого соленого теста потому что он будет потом плохо сохнуть так теперь мы лепим долепливаем вот здесь туловище и добавляем хоботок вот лепим вот такой какой-то овальчик или прямоугольник что-то похожее затем немножко смачиваем вот этот край и прикладываем так так Сейчас я возьму стек И немножко Начну Изгибать эту форму В нужном мне направлении Я вот так вот слегка Изгибаю Это ухо Затем Вытягиваю его вот здесь Добавляю вот такую вот Ушную здесь Вилочку Так И Регулирую хобот Для того чтобы это сделать Мне нужно Вот здесь вот Под хоботом Немножко углубить место Так И сейчас Начнем Добавлять другие Мелкие подробности В частности Вот здесь у слона Будут лапы Для этого я Отрываю еще немножко Соленого теста Чтобы мне его хватило Мну вот так В руках И делаю Леплю вот такие вот Овальчики Дальше Обмакиваю кисточку Великоват Овальчик будет И добавляю Вот сюда Еще один Овальчик Пойдет Вот в это место Это будет еще одна Слоновья лапа Как видите Соленое тесто Соленое тесто Позволяет Делать Самые Удивительные Лепить Самые удивительные Скульптурки Особенно если Ты Немножко К этому Приспособлен У меня есть Такая склонность К лепке Поэтому У меня Это получается Без особого Труда И так Вот здесь Немножко Смочим И прямо Вот так Пальцем Немножко Деформируем Голову Выровняем Ее Пока Лапы Оставим В покое Пускай Сохнут Вот здесь Вот на конце В области Скажем Слоновья И попы Добавим Хвостик Как видите Мне нужно Немножко Деформировать Этот участок И я Использую Такие Углубляющие Движения Я Немножко Продавливаю Фон Слона И Вот здесь За хвостом Чтобы получился Такой Сложный Рельеф Дюс Сложный Сложный Вот здесь еще немножко углубляем. И когда у нас уже рельеф готов, добавляем больше подробностей на морде слона. В частности, нам нужно добавить вот здесь клыки и сделать глаза. Опять смачиваем наше соленое тесто и накладываем вот такую вот конструкцию. Клык лепить еще проще. Вот так вот разглаживаем. И сейчас я беру вот такую стеку. Сейчас выбрать надо что-то подходящее. Ну, вот такую вот, скажем, скажем. И добавить вот здесь полосочку. Дальше добавляем вот такие морщинки. Здесь немножко углубляем рельеф, там где у нас клык. И добавляем вот тут такие морщинки на ушах слона. Сильно не давим. Ну, вот здесь хочется какой-то добавить интересный рельеф вот в этом месте. Чтоб чем-то его заполнить. Так, немножко потыкаем. Сейчас мы будем заниматься глазом нашего слоника. Для этого лепим вот такую палочку. Лишнее отрываем. И определимся с местом, где мы будем делать глаз. Ну, где-то вот здесь. Что дальше? Дальше вот так вот прикладываем нашу полосочку. Лепим вот такую плюшечку. И вставляем глаз на нужное место. А сейчас опять берем тонкую стыку. и добавим морщинок. под глаза. Ну, осталось только сделать вот такие вот морщинки на хоботе. тут важно понимать как располагаются вот эти вот морщинки. Почему они идут именно в таком направлении, а не иначе. То есть, как мы видим, они постепенно загибаются вот в одном направлении. Вот так. вот что у нас получается. Дальше добавим мы сюда морщинок на лапы. так, и остались еще некоторые маленькие подробности. Еще нужно вылепить как это пальцы пальцы на лапах. Может это не пальцы называется кто там силен слоновьей анатомии пусть подскажет в комментариях. когтями назвать как-то вроде неудобно. Не собака, чай, слон. итак, вот я слепил шесть вот таких кругляшков маленьких и сейчас буду добавлять их на лапы. Смачиваю кисточкой мокрой и добавляем. так, сейчас заключительный этап нашей с вами работы. Немножко еще поработаем над морщинками на коже животного. и коже и 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 Продолжение следует... 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 вот эта вот почва она не станет такой убедительной вот что у нас получилось здесь можно было бы добавить еще немного листьев от пальмы но я не стал этого делать потому что так на мой взгляд получится немножко более убедительно еще немножко поработаем над ушками животного здесь слегка погладим там где вам кажется что морщины получились излишне глубокими и и и и и и и так ну на этом пожалуй все вот такой у нас получился забавный слон стиле стимпанк на следующем уроке я его окрашу постараемся сделать это как можно интересней чтобы это выглядело красивее на этом все спасибо пока пока